Лох звучит гордо, а не оскорбительно. Несколько столетий назад могилевчане-мужчины слышали это в свой адрес постоянно, а женщины не обижались на слово «ряха». Сегодня мы предлагаем вспомнить старинный могилевский сленг. Представьте себе такую ситуацию. Вы говорите своей горячо любимой половинке «Поцукруй, манька, бахлы». Наверняка вам долго придется после этого объяснять, что вы никого обидеть не хотели. Просто предложили поцеловаться на языке средневековых могилевчан. Это так называемый сленг, который когда-то придумали могилевские нищие. Любецкий лемет, как окрестили его историки, со скоростью эпидемии распространился от Одессы до Варшавы. Как ни крути, а словечки «клёвы», «наехать» и «лох» — это наше нематериальное наследие. Не до начала 20-го года в могилевских губернских ведомостях Юдаким Романович Романов, наш могилевский славутый гисторик-краезнавца, опубликовал известки про мову могилевских жабраков, которая изнавала в 17-18 годах. Потом этот словник могилевских жабраков был опубликован в специальном сборнике «Могилевская даунина», который выдавался в 1901 году. Как и любой другой жаргон, «Лемент» был придуман примерно в 17 веке, когда могилевские нищие объединились в свой профессиональный цех. Единственная цель этого мероприятия — сделать свою речь непонятной для простого обывателя. Человек, мужчина — это лох обозначает, а женщина — это ряха. Жених — тропелы. Тропелом так само называли и молодого, который еще. Старого человека называли йорой. Да, ну, невеста, конечно же, тропелуха. Многие юмкие словечки так приклеились к языкам горожан, что, как говорится, как родные вошли в жизнь. Например, ухо называли слух тонкой, нос — пыхтиком, губы — баглами, а рот и вовсе — хвайлом. Муха была бурмоткой, а смех — лухтой. Муж и жена стали жбаном и жбахой, а брюки — бурдасами. Многие фразы и сейчас звучали бы неплохо. Например, комплимент любимому певцу «хлёва кургая» переводится как «хорошо поет». А еще седневый коложи огонь можно использовать по его прямому назначению. Коли мы хотим, как жёнки не заразумели, куда мы пошли, мы могли бы себе рам сказать «похлим кера керить», то есть пойдем пить пиво в осень. Ну а самое головное, что кажется молод своим батькам, это, конечно же, гурь-манька-хавбол. Дай мне, кляласка, грош. Помните, как в школе, когда в класс шёл учитель, мы кричали «шуба!»? Игорь Кушкин тоже когда-то был шкалером, кричал «шуба!». А потом докопался до истины. Как оказалось, одежда здесь ни при чём. Я памятую, как в школе мы чакали наставника и выглядали, иди, 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 иди. Коли он изъявлялся, кто-то кричал «шуба!»? И все разбегались. Правда, кто-то отказывал, в вешалке упало. Хотя мы в той час не разумели, что слово «шуба» пришло до нас миновито от того еврейского насильства, которое жило у белорусских мест, в этих городах. Шуб, шубец, то есть разбегайся. А вот современная могилёвская молодёжь, как показал опрос, общается на языке чисто литературным. Во всяком случае, даже если и лукавит, то само стремление к этому уже похвально. Девушка. Ну, я знаю, но я их не употребляю. Ну, например, там, чикса. Или я не знаю. Ну, остальные некрасивые, я не хочу говорить. Ну, ничего такая. А девушкам как говорится? Дешкал. А деньги? Деньги, как деньги-то, замечательно. По-другому не называются? Нет. Бабло, может быть, но так, ну ты уже не говоришь. Деньги, бабло. Бабло. Лавэ. Не употребляем никаких слов, более как-то склонные к русскому нормальному языку, без всяких побочных слов. Стараюсь разговаривать литературным языком. Лох – это звучит бордо. Если уж вас назвали этим словом, теперь у вас есть целый ряд веских аргументов и исторических. Возможно, уже нашим внукам будет непонятна фраза. Автор жжет на прикольную тему. А вот наши предки сказали бы – клево. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Автор субтитров А.Егорова